МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. В ледяном плену коммунальные службы спешно устраняют последствия аварии на водоводе. Мороз крепчал. Когда ждать потепления? Сам себе инспектор. О пользе европротокола рассказали сотрудники госавтоинспекции. Еще не вечер. На первом в этом году заседании губернские депутаты отменили полусухой закон, запрещающий торговать пивом в воскресенье после пяти. Спектакли для особенных зрителей. В психиатрической больнице заработал театр «Счастливый случай». Консолидироваться и уйти от надуманной шумихи накануне выборов призвал губернатор Николай Меркушкин. Глава региона принял участие в заседании Рекполитсовета партии «Единая Россия». Речь шла о подготовке к выборам в Государственную и Губернскую думы 18 сентября. Николай Меркушкин напомнил партийцам о наказах избирателей, которые были получены во время предвыборных кампаний в Самаре, Тольятти и других муниципалитетах. Мы должны максимально консолидироваться, уйти от разного рода скандалов. Люди очень много наказов дали, просьб очень много, предложений очень много. Мы должны предметно работать над теми проблемами, о которых говорили люди в предвыборный период. На заседании партийцы единогласно избрали Игоря Станкевича в состав Президиума Рекполитсовета. 21 января Генсовет «Единой России» принял отставку Александра Фетисова и назначил Станкевича исполняющим обязанности секретаря Самарского рекотделения. Глава региона отметил, что герой России Игорь Станкевич отличается активной жизненной позицией и пользуется авторитетом в военных кругах. Он сможет сплотить членов партии и нацелить их на реальную работу. Напомним, 22 мая в Самарской области и по всей России пройдет предварительное голосование на выборах в Государственную и Губернскую думу. Конкурентность, открытость и легитимность – три этих принципа лягут в основу подготовки к праймерис. Улица Коммунистическая сегодня с самого утра напоминает каток. Из-за порыва водовода, принадлежащего самарским коммунальным системам, да на дорогу хлынул поток воды, который мгновенно замерз. Без холодной воды всю первую половину дня оставалась 148-я школа. В жилых домах перебоев с водоснабжением пока не было. Больше всего не повезло автомобилистам. С места аварии репортаж Марины Матвеичной. На улице Коммунистической и прилегающей к ней улицам парализовано движение автотранспорта. Путь преградил неожиданно хлынувший поток воды. И это в минус 20. Автомобили буксуют, пешеходы не могут перейти дорогу. Необыкновенное сплочение демонстрирует Самарцы на горе-перекрестке. Машины из водно-ледяного плена автомобилисты вызволяют по очереди, помогая друг другу. Многие разворачиваются, не доезжая до злополучного места. Движение регулируют сотрудники ДПС. Пользователи соцсетей выкладывают в интернет фото автомобилей, припаркованных еще с ночи. Комментирую при этом, мол, сами виноваты, не надо было бросать машины, где попало. Эти авто оттают еще не скоро. Порыв водовод диаметром 600 миллиметров произошел ночью. На месте работают две аварийные бригады. Уже открыты ливневые канализации, чтобы вода стекала туда, не замерзая на поверхности. Причины произошедшего рабочие выясняют. Вскрытие покажут, потому что от вскрытия, от характера повреждений, тогда уже и сроки будем обозначать. Если свищ в трубе, это быстро делается. Если трубу менять, то это еще на сутки уйдет. В близлежащих домах холодное водоснабжение не отключено. Возможно, пониженное давление и кратковременные перебои. Если после 7 вечера воды так и не будет, жители могут позвонить в диспетчерскую СКС, чтобы пришел бойлер. На дорогах работает спецтехника, чтобы освободить проезжую часть от последствий потопа. Поэтому во второй половине дня движение здесь перекрыли. Информации для пассажиров. До устранения аварии троллейбусы поменяли маршрут. Временно они идут не по коммунистической, а по Мичурино. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. В зимние холода особое внимание горячему водоснабжению в домах. Но следить за его подачей надлежащим образом, как выяснилось, готовы не все. В советском районе Самары прошло выездное совещание по вопросам проблемных котельных. Жалобы жителей выслушал Павел Баймаков. 14-й дом на проезде 9 мая. В начале января в подвале прорвало трубу с горячей водой. Затопило несколько квартир на первом этаже. Позже, говорят жители, выяснили, коммунальная авария произошла из-за высокой температуры воды. Труба просто не выдержала. Мы обращались в Волго-теплоснаб на протяжении января, чтобы нам предоставили график температур. И до сих пор на три письма у нас нет ответа ни одного. Мы хотим, чтобы услуга предоставлялась соответствующего качества, за что мы платим деньги. Не дождавшись ответа, жители обратились в районную администрацию и к депутатам местного райсовета. На место выехала комиссия. Это ЧП. 2016 год нам позволяет иметь то оборудование, ту технику, которая позволяет контролировать все параметры поставляемой воды и впредь такого избегать. На встречу приехал и представитель теплоснабжающей организации. По его словам, причиной нарушения температурного режима мог стать кратковременный сбой оборудования. Вполне возможно, что была температура выше нормы, но данная система и система работы котельной температурный график рассчитана 95 на 70, поэтому завышение температуры до 80 градусов, возможно, не могло повлиять на именно повреждение трубопровода. В советском районе 14 котельных, в каждой из которых проверили температуру теплоносителя. В итоге установили, все работает согласно графику. Но при этом по содержанию котельных все же были высказаны замечания. Теплоснабжающая компания обязалась устранить их в кратчайшие сроки. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Аномальные холода продержатся в регионе до 29 января. А завтра и вовсе ожидается самый холодный день в этом году. Так что самарцам советуют вооружиться шерстяными вещами и кремами от обморожения. Ночью температура воздуха составит до 25 градусов мороза, местами минус 33. Днем чуть потеплеет до минус 23. Всему виной холодный антициклон, который в эти дни царствует на территории региона. До конца рабочей недели жителей будет радовать яркое солнце и такое явление природы, как ледяные иглы. Пока осадков не ожидается, но в пятницу с приближением теплого атмосферного фронта осадки местами пройдут от небольших до умеренных. В морозные дни нужно быть внимательнее и к своему здоровью. В регионе ОРВИ уже заболели почти 11 тысяч человек. Шесть классов в четырех школах Самары закрыты на карантин. Это повод отнюдь не для паники, а для осторожности. Медики уверяют, хотя порог заболеваемости превышен, эпидемии гриппа и ОРВИ в Самарской области нет. Ясная морозная погода не дает передышки и коммунальщикам. За ближайшие три дня им предстоит расчистить от снега все скатные крыши. Сейчас выполнена только половина работы. Уже в конце недели синоптики обещают резкое потепление. И при таком раскладе нерасчищенные кровли несут в себе большую опасность. Первый замглавы города Владимир Василенко поручил проверить, сколько бригад сейчас работает на высоте и есть ли у них необходимая квалификация. В морозные дни увеличивается и вероятность пожаров в домах, где открыты подвалы и чердаки. Бездомные люди спасаются там от холода и разжигают в помещениях костры. Организовать силами управляющих компаний под контролем жилищного контроля в районах. Проверка всех чердаков, проверка подвалов. Вывод свой обобщить и представить документы до пятницы. В Самарской области разрешили продавать пиво вечером в воскресенье. Напомним, закон, который тут же окрестили полусухим, приняли в прошлом году. В результате положительный эффект оказался минимальным, а вот потери существенными. О снятии запрета Лариса Шалафаст. За отмену запрета на продажу пива в воскресенье депутаты проголосовали практически единогласно. Закон вступил в силу в прошлом году. С 17 до 22 часов пиво и другие слабоалкогольные напитки нельзя было продавать в выходной день. В итоге сокращение легального оборота и расширение теневого рынка продажи алкоголя. Резко возросло и количество отравлений суррогатом. У нас потребление легального алкоголя сокращается, в общем, сокращается значительно. Но при этом мы же четко с вами понимаем, что в целом потребление алкоголя не снижается. Куда уходит люди? Потребление легального алкоголя. Мы это видим с вами по статистике отравлений. Из-за снижения легальных продаж пива областной бюджет тоже нес потери. Недополучил в общей сложности больше трех миллиардов рублей. Поправки в закон касаются только слабоалкогольных напитков. Что же до крепкого алкоголя, все запреты остаются без изменений. Принципиальных изменений, что касается продажи алкогольных продукций, нет. Вот в тех поправках, которые мы внесены. Эта поправка касается исключительно продажи пива и слабоалкогольных напитков до 9 градусов. И изменения касаются только воскресного дня. Все те запреты, которые были определены законом, они действуют, изменения никакие не вносятся. Поправки в закон вступают в силу с 26 января. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. Попал в ДТП, не мешай другим. В ГИБДД напоминают водителям о преимуществах европротокола. Это когда ущерб от аварии незначительный, и водитель вполне может сам заполнить необходимые документы. Но вот что делать, если потом в страховой откажутся их принимать? Павел Баймаков разбирался в нюансах. Секундное замешательство, столкновение, длительное ожидание инспекторов ДПС. В итоге многокилометровая пробка. День на саморских дорогах происходит от 80 до 150 подобных аварий. Чтобы не тратить свое время, не испытывать нервы других участников движения и не платить штраф в тысячу рублей за создание помехи на дороге, ДТП, в которых нет пострадавших, а лишь причинен незначительный ущерб автомобилям, дорожные инспекторы советуют оформлять самостоятельно. Достаточно просто заполнить так называемый европротокол, который прилагается к полюсу ОСАГО. Участники дорожного движения должны четко понимать, кто все-таки виноват в данном происшествии. То есть, если есть обоюдное согласие, что да, виноват, допустим, один из участников дорожного движения, значит, они оформляют в порядке европротокол схему коротенькую на листочке, делают несколько фотографий, убирают свой транспорт и обращаются в страховую компанию, если ущерб не превышает 50 тысяч рублей. Если у страховщиков возникнут вопросы или в итоге выяснится, что ущерб больше 50 тысяч, можно обратиться в ГАИ, где вам помогут оформить все необходимые бумаги. Главное сделать это своевременно. Еще одно новшество 2016 года – скрытые патрули на городских улицах. Инспектора дорожного патрульной службы на транспорте, не имеющем специальности фотографической окраски, осуществляют патрулирование по городу, выявляют административные правонарушения, фиксируют такие же негласные проверки, проводятся в общественном транспорте, где у нас сотрудник технического надзора, одевается в гражданскую одежду, то есть садится на конечной станции в автобус, следует по маршруту, фиксирует также нарушения, которые допускает водитель автобуса. Пока эта практика только набирает обороты. Инспекторы ДПС обещают, со временем контроль будет еще жестче. Но для нарушителей есть и хорошие новости. С этого года тем, кто успеет оплатить административный штраф в течение 20 дней, предоставляется 50-процентная скидка. Правда, это правило не касается тех, кто уже не в первый раз совершает серьезные правонарушения. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Миллионы рублей в бюджет Самарской области приносят иностранцы. Федеральная миграционная служба подвела итоги минувшего года. Так, в 2015-м в регионе получили право работать почти 50 тысяч человек. Все они за это заплатили. Почем нынче труд, узнала Алина Чемерес. Труд должен быть законным, уверен гражданин Узбекистана Уткиржон Садиков. В Самаре живет его сын, поэтому и приехал на заработки именно сюда, рассказывает мужчина. Трудиться намерен на стройке и уже получил патент. Копия паспорта все, и медицинские справки, недосмотр прошли. Так лучше, чтобы не нарушать закон, чтобы все было нормально, по правилам. Без разрешающего документа иностранным гражданам работать в России нельзя. За патент мигрантам приходится платить авансом. Право трудиться на Самарской земле стоит почти 3 тысячи рублей ежемесячно. В 2015 году сотрудники миграционной службы выдали почти 50 тысяч патентов и принесли в региональный бюджет более 600 миллионов рублей. На заработки в Самарскую область приезжают в основном из Узбекистана и Таджикистана. Более 60% иностранных граждан задействованы в сфере строительства. Следующий показатель идет по линии торговли, ну и далее уже более узкие сферы. Иностранные работники не замещают те профессии, которые интересны для коренного населения Самарской области. Как правило, это низкоквалифицированный труд. По данным миграционной службы, в регионе стало меньше тех, кто трудится незаконно. Иметь дело с нарушителями невыгодно, в первую очередь, работодателям. Штраф за каждого нелегального мигранта может составлять до 800 тысяч рублей. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Как правильно составить резюме и как произвести хорошее впечатление на работодателя? В молодежном центре Самарской проходят курсы для тех, кто вскоре собирается начать трудовую жизнь. С чего начать диалог на собеседовании и как нужно выглядеть, и как преподнести себя с лучшей стороны? Все это важно учитывать, устраиваясь на работу. Лекции от специалистов уже прослушали около полутора сотен студентов. Перед собеседованием лучше не курить. Одеваться нужно не прям ярко, модно, строго, сдержанно, чтобы работодатель нормально воспринял человека. Рынок труда достаточно жестокий в настоящий момент, но в то же время молодежь это все равно наши опоры и новое подрастающее поколение. Все-таки мы заинтересованы в том, чтобы ребята могли качественно, ярко презентовать себя перед работодателем, чтобы работодатель, конечно же, взял его на работу. Экономические новости. Рубль болтает то вверх, то вниз. С утра доллар сделал резкий скачок сразу на 4 рубля. По курсу Центробанка американской валюты на 27 января стоит 81 рубль 83 копейки. Курс евро 88 рублей 88 копеек. Думаете это все? Нет. Во вторник вечером на ММВБ доллар снова упал до 79 рублей. Нефть с утра поползла вниз, но вечером снова выросла в цене до 30 долларов 77 центов за бочку бренд. Поступают новости, что Саудовская Аравия, ныне главный контролер нефтяных цен в мире, намерен сотрудничать с Россией. А Банг оф Америка прогнозирует нефть на отметке 46 долларов за баррель и доллар по 65 рублей. Мы будем и дальше следить за событиями. А теперь коротко о других темах дня. Недвижимость в Самаре подешевела на вторичном рынке в среднем на 2 тысячи рублей за квадратный метр, который теперь обходится покупателям в 62 с половиной тысячи рублей. Больше всего квартир продают в Кировском районе Самары. Самое дорогое жилье в Ленинском районе. Цена метра доходит до 100 тысяч рублей. А самое дешевое в Красноглинском и Куйбышевском районах, где квадратный метр в Сталинке стоит меньше 40 тысяч. Новостройки за год подешевели почти на 5%. С февраля пособия для льготников вырастут на 7%. Ежемесячные денежные выплаты из федерального бюджета получают 275 тысяч жителей Самарской области. Выплаты повысят льготникам из 60 категорий, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, а также лица, пострадавшие в результате техногенных катастроф. Самарец опубликовал в сети интернет новый видеоролик о реконструкции Московского шоссе. Видео снято с высоты птичьего полета. Масштабные строительные работы не прекращаются даже зимой. На месте будущей развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова раскапывают котлован. Реконструкция началась осенью прошлого года. Планируется, что все работы завершат к концу 2017-го. Самарский университет открывает представительство в Международном центре «Артек» в Крыму. В этом году там откроют три специальных лаборатории, где детям предстоит изучать робототехнику, электронику и ракетную технику. Преподавать будут студенты и сотрудники Самарского университета. Кроме того, вуз в «Артеке» намерен искать новых абитуриентов из числа одаренных детей со всей России. Также в технической смене будут участвовать самарские дети. Для университета зарезервировано 24 места. Первая смена отправится в «Артек» уже в апреле. 79-летнюю женщину пришлось срочно эвакуировать из села Рождествено в Самару. У пенсионерки случился инсульт. В Самару через Волгу ее доставили сотрудники поисково-спасательной службы на судне на воздушной подушке. Судьбу баскетбольного клуба «Самара» обсудили на совещании с участием вице-губернатора области Дмитрия Овчинникова, главы «Самары» Олега Фурсова, представителей министерств региона и руководством клуба. Профессиональный клуб играл в Евролиге, был в числе 27 сильнейших команд Европы. В прошлом году выиграл регулярный чемпионат Суперлиги, а сейчас попал в финал четырех Кубка России. В клубе «Самара» нет иностранных легионеров. Все игроки из России, в основном из 63 региона. К тому же команда выстроила уникальную систему. Она воспитывает смену – баскетбольный резерв страны. Поддержку клубу оказывают региональные и городские власти. В прошлом году из областного бюджета выделили 25 миллионов рублей. Поддерживать клуб будут и в дальнейшем. При этом необходимо привлекать новых спонсоров. Поставлена задача построить практически по всем игровым видам спорта структуру, которая позволила бы выращивать собственные кадры. И основные успехи, которыми мы сегодня гордимся или будем гордиться в ближайшее время, основывались бы именно на этих регатах. А теперь время новостей спорта с Сергеем Кизоркиным. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Элиты самарского спорта в этом году подпишут контракты с новой спортивной организацией. Пока на один год. Центр подготовки сборных команд 63 региона сейчас готов сотрудничать с 54-мя с мастерами. Хотя бюджет рассчитан на сотню. Зарплата спортсмена будет складываться из таких составляющих, как базовый оклад. И дальше будут накручиваться стимулирующие надбавки за спортивное звание, за успешное выступление на всероссийских соревнованиях и международных чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр. Финансировать новую государственную спортивную структуру будет областной бюджет. Все деньги пойдут на подготовку спортсменов. Средняя зарплата вырастет до 50 тысяч рублей. Это в несколько раз больше, чем сейчас они получают. Поездки на соревнования, спортзалы и оборудование, экипировка и форма, фармакология. Достанутся чемпионам бесплатно. Выбор, где готовиться к соревнованиям, остается за спортсменом. У нас очень сильная гонбольная школа и нет необходимости на сегодняшний момент оттуда забираться с подготовки спортсменов, которые так планомерно расписаны на весь Олимпийский цикл. Поэтому это, скажем, организация, которая будет взаимодействовать кластерным подходом со всеми организациями спортивной подготовки нашего региона. Центр подготовки спортсменов сборных команд получит в управление крытые стадионы в Самаре. Это «Динамо» возле Дома молодежи, «Орбита» на Новый вокзальный, «Маяк» в районе метро «Юнгородок», «Южный город» и «Лагерь Радуга» в Красноярском районе. А это бассейны, игровые тренажерные залы, хоккейные площадки. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Счастливый случай. Театр, в котором сбываются мечты. Заслуженный артист Олег Белов один за одним ставит спектакли с пациентами Самарской психиатрической больницы. Счастье в том, говорит артист, что текучка большая. Благодаря арт-терапии люди выздоравливают и выходят в реальную жизнь. Марьяна Мирная заглянула на генеральный прогон спектакля «Здравствуй, детство». Обалдать-то некогда. Обалдать-то некогда. Для бывшего библиотекаря Оксаны Сергеевой стихи «Огней борту» открылись с другой стороны. Пациент Косомарской психиатрической больницы активно идет на поправку. Помогает в этом работа в театре «Счастливый случай». Это очень нелегко играть детей и для детей. Я теперь понимаю, что и стихи писать тоже для детей не очень легко. Труднее, мне кажется, чем для взрослых. Потому что это, понимаете, особая аудитория. Это такая аудитория, которая принимает все сразу на веру. И эту веру главное не разбить. Вера в детскую сказку подкреплена пусть и скромными, но умело сделанными декорациями. А из нашего окна площадь красная видна. Спектакль по мотивам стихов «Огней борту» и Сергея Михалкова поставили в театре «Счастливый случай». Здесь есть и полицейский, и мишка 70-го года, которого артисты принесли из дома. И кукла, которую дочь актеров подарила театру. Ей было тяжело, когда я сказала, говорит, давай, она фактурная, отдадим ее в спектакль. И Лиза так сразу, и жалко, как же с ней расставаться. А потом говорит, нет, для спектакля – да, конечно. Основатель, руководитель и режиссер театра «Счастливый случай» Олег Белов на сцене по необходимости. Подменяет заболевшего актера. Текст и географию постановки знает за каждого персонажа и в каждом спектакле. «Здравствуй, детство» – уже пятая работа. Когда узнал, что в больнице есть детское отделение, решил, нужно сделать спектакль и для них. У нас есть уникальная возможность продлить детство. И мало того, что нас за это не осудят, а люди, наоборот, нас будут за это благодарить. Поэтому я говорю, кайфуйте. После репетиции – традиционное чаепитие. «Счастливый случай» – это друзья, которые удачно совмещают приятное и полезное. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. «Счастливый случай» для пациентов Самарской психиатрической больницы. Арт-терапия в действии. Заслуженный артист России Олег Белов уверен, что театром можно вылечить душевные недуги. Смотрите специальный репортаж Марианы Мирной в эти выходные на телеканале «Самара ГИС». А на этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте на ститере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok